В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в программе. Ресурс должен быть учтен. В Кандалакше побывали специалисты Минэнерго. В ожидании новоселья в поселке Зеленоборске подходит к завершению строительства двух жилых домов. И старый млад, любители лыжных гонок, приняли участие в массовом забеге. В Кандалакше побывали специалисты из регионального министерства энергетики ЖКХ. Областное ведомство выступило инициатором проведения заседания на тему установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. Речь шла о проблемах, с которыми столкнулись поселения Кандалакшеского района. Программа по установке приборов учета действует с 2009 года. На ее реализацию из бюджетов всех уровней выделили порядка 900 миллионов рублей. А освоили только треть. При этом в некоторых городах Мурманской области счетчиками охвачено больше половины жилфонда. Но большинство поселений по плану за три года сильно отстают. Каждый находится в своей позиции, что где-то правительство Минэнерго неправильно поступило, где-то муниципальное образование, кто-то обвиняет подрядчиков. Но на сегодняшний момент мы видим, что из того, что мы планировали за три года осносить приборы учета на 900 миллионов, реально осносилось где-то на 300 миллионов рублей. В Кандалакше приборами учета на тепло и воду оборудовано 99 домов. В среднем это примерно 30% жилфонда. Полная оснащенность только электросчетчиками. В других населенных пунктах картина тоже не перспективная. Лучше всего дела обстоят в Терском районе. На заседании озвучили основные причины, по которым программа не выполняется. Так, по законодательству, если в домах нет счетчиков, то установкой их занимаются ресурсоснабжающие организации. Но все они в один голос заявляют – сроки очень сжатые, до 1 июля не успеть. К тому же, необходимыми средствами на данные цели ни водоканал, ни теплосеть, ни ЦКТ не располагают. А зачастую и сами собственники наотрез отказываются от измерительных устройств. Все опасения граждан сводятся к тому, что с 1 января сумма за отопление, например, по общедомовому прибору может оказаться в разы больше прежней. В налоговой инспекции состоялось совещание, на котором руководители и сотрудники подвели итоги своих деятельностей за 2012 год, а также наметили основные задачи и перспективы работы на следующий 2012 год. Начальник Кандалакшской налоговой инспекции Любовь Паклина отметила, что в 2012 году была проведена большая работа. Экономическая ситуация на территориях, которые находятся в ведении налоговой инспекции, остается стабильной. Отмечается рост налоговых поступлений и повышение эффективности налогового администрирования. Все это благодаря слаженной и качественной работе всех отделов инспекции. Результаты работы налоговой инспекции достаточно хорошие. Мы уже неоднократно говорили, что благодаря труду, основная, конечно, большая часть – это женская, у нас половина, да, но и наши мужчины, находящиеся в налоговой инспекции, мы все-таки свои задачи, которые были поставлены перед нами управлением, мы выполнили. В 2012 году сумма налоговых поступлений в федеральный бюджет составила 254 миллиона рублей, бюджет Мурманской области – почти 2 миллиарда. Поступления в бюджеты Кандалакшского, Полярно-Зоринского и Тирского районов составили более 900 миллионов рублей. Кроме того, на встрече было отмечено, что сами налогоплательщики стали более активно исполнять налоговое законодательство. Задолженность с их стороны в 2012 году сократилась на 105 миллионов рублей. В заключении руководство инспекции пожелало сотрудникам отделов сохранять положительную динамику работы и в следующем 2013 году. Сотрудники налоговой инспекции напоминают о том, что на территории России продолжается проведение декларационной кампании, которая продлится до 30 апреля 2013 года. Ее цель – привлечь налогоплательщиков к декларированию своих доходов. Эти сроки не касаются тех лиц, которые претендуют на налоговые вычеты. Все остальные налогоплательщики должны задекларировать свои доходы и делать это лучше уже сейчас, не откладывая на последний день. Доходы, полученные в результате продажи движимого или недвижимого имущества, должны быть задекларированы. Однако это не всегда означает, что с дохода будет удержан налог. Существуют так называемые нулевые декларации. В случаях с недвижимым имуществом, под который попадают квартиры, дома, гаражи, доли в имуществе и иные сооружения, налог не удерживается с продажи в сумме до 1 миллиона рублей, и если оно находилось в собственности менее трех лет. Если данное имущество жилое продают более чем за 1 миллион рублей, то тогда сумма превышающая облагается по ставке 13%. Гаражи относятся к прочему имуществу, и здесь предельная сумма, которая не облагается налогом, составляет 250 тысяч рублей. Не облагаются налогом и доходы, полученные в результате продажи движимого имущества, например, от транспортного средства, стоимость которого не превышает 250 тысяч, и оно находилось в собственности менее трех лет, с момента поставки на учет до его снятия. Однако, если стоимость движимого имущества превышает 250 тысяч, в этом случае также есть свои нюансы, когда налог взиматься не будет. Если налогоплательщик приобрел транспортное средство, которое, естественно, стоит более чем 250 тысяч рублей, а затем данное транспортное средство в течение трех лет продает, как правило, за меньшую стоимость, то его доходы значительно меньше, либо равны расходам, понесенным с приобретением. У налогоплательщика есть право отрасить доходы, расходы. При, так скажем, вычитании из доходов расходов получается нулевая сумма к уплате. Доходы, полученные в результате дарения имущества от близких родственников, также не облагаются налогами. Однако для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие родство. Вся эта и другая информация представлена на официальном сайте налоговой инспекции. Здесь же, благодаря новой услуге онлайн-сервису «Камеральная проверка 3НДФЛ» можно получить сведения о камеральной проверке декларации, представленных налогоплательщиками, на основании которых налог на доходы физических лиц подлежит возврату из бюджета. Школьные каникулы должны были начаться официально для первых классов с 18 февраля, для остальных – с 22 февраля. В целях предупреждения распространения заболеваемости было принято решение принести отдых пораньше. Так, учащиеся начального и среднего звена школ номер 5 и 10 не будут учиться с 11 по 17 февраля. На сегодняшний день еще один класс закрылся на карантин по гриппу и ОРВИ, 2-й Б, в школе номер 19. С субботы не учатся 4-й В во 2-й школе, продолжает также грипповать 2-й Б, школа номер 1. Далее коротко о других новостях. 1 марта 2013 года завершается бесплатная приватизация жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам социального найма. Подать документы на государственную регистрацию прав собственности на основании договоров безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан, оформленных до 1 марта, можно и после наступления указанной даты. С информацией о перечне документов, необходимых для госрегистрации, можно ознакомиться на сайте управления Росреестра в разделе «Регистрация прав». 15 февраля в 13 часов состоится торжественный митинг в памяти воинов, погибших в Афганистане и Чеченской республике. В этот же день в 13.30 в ДК «Металлург» откроется фотовыставка членов Кандалавшского местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» под названием «Чтобы память и нить не порвать». А в 2 часа здесь же пройдет концерт для воинов-интернационалистов «Время выбрало вас». Городская библиотека номер 2 на базе СДК «Металлург» проводит акцию «Любовь на все времена», приуроченную ко Дню Святого Валентина. 14 февраля для первых трех влюбленных пар, записавшихся в библиотеку, подготовлен приз-сюрприз. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Эта дата задумана скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. На улице Магистральной в поселке Зеленоборске продолжается строительство жилых домов. В одной из двух этажек уже ведутся отделочные работы. Подрядчики торопятся успеть в срок. Дата сдачи объектов уже определена. Проект по строительству двух малоэтажных домов начатый еще в 2010-м грозил превратиться в очередной недострой. Подрядчики, взявшие на себя обязательства, с объемом работ не справились. Местной администрации пришлось искать других. И дело пошло быстрее. Уже несколько месяцев на объекте кипит работа. И ежедневно проводим обследование, смотрим какие работы выполняются, в каком объеме выполняется и качество работ. Подрядные организации достаточно успешно выполняют работы и достаточно скоростечно их выполняют. Поэтому мы надеемся все-таки, что согласно действующему плану, который у них есть, они выполнят. Окончание стройки на Магистральной с нетерпением ждут несколько десятков семей Зеленоборского. Для них это возможность существенно улучшить свои жилищные условия. Новоселье не за горами, уверяют подрядчики. Сейчас в двух этажках ведутся внутренние отделочные работы. В одном доме идут шелкатурные работы второго этажа. В другом доме возводятся внутренние перегородки, стены второго этажа. Первый этаж уже готов. Срок взащи двух домов – это апрель месяц этого года. Сегодня февраль, значит, сами понимаете, что март не за горами, а апрель чуть-чуть подольше. Надеюсь, что при наличии материала поставок сроки будут выполнены. Забота строителей – не только внутренняя отделка, но и внешний облик домов. Сероунылыми новостройки точно не будут. Один из вариантов – здание покрасят. Другой, если позволит смета, покроют сайдингом. Кроме этого, подрядчикам предстоит заняться и благоустройством придомовой территории. Но и на этом они останавливаться не намерены. В планах заняться строительством еще одного двухэтажного дома. Он расположится неподалеку. Практическое применение снега, у которого в этом году выпало немало, нашли члены Молодежного совета. Они организовали и провели акцию по возведению снежной горки. Сделаем снежную горку своими руками. С таким призывом Молодежный совет Кандалакш обратился ко всем горожанам. Всех неравнодушных с лопатами, ведрами и другим инвентарем пригласили 10 февраля на детскую площадку ЗДК «Металлург». Здесь в час дня началось строительство горки. Морозик давит, людей не очень пока много. Но мы надеемся, что жители города и микрорайона не в отри подойдут еще. И мы все вместе ее сделаем для наших детей. Снежный подарок маленьким жителям Молодежный совет решил сделать не случайно. Идея зародилась еще перед Новым годом. Горожане все чаще стали обращаться с просьбой организовать всеми любимую зимнюю забаву. Вот общественники решили не только доброе дело сделать, но и собственным примером побудить остальных кандалакшан на возведении снежных горок у себя во дворах и на детских площадках. Сейчас многие детки сидят по домам, больше времени проводят за компьютером. А вот именно идея еще заключается в том, чтобы дети не сидели и немножко проводили свое время на свежем воздухе. Поэтому это тоже послужило идеей к тому, чтобы организовать такую горку, чтобы они могли кататься. Помощь в строительстве горки Молодежному совету оказали компания «Стройсервис», ДСУ-3, сотрудники водоканала и теплосети. На возведение снежного аттракциона ушло около трех часов. Сегодня горку повторно залили, так что теперь она полностью готова на радость кандалакшеской ребятне. 10 января в Кандалакше состоялась одно из самых ярких спортивных зимних мероприятий – «Лыжня России». Наш город проводит эти состязания в третий раз. Как и в предыдущие годы, участие в массовом забеге на различные дистанции приняли все желающие. В очередной раз большой зимний праздник «Лыжня России» объединил любителей этого вида спорта, взрослых и детей, участников, их оказалось 125, и болельщиков. Самой юной спортсменке 7 лет, а среди опытных «Лыжников» старше всех 70-летний мужчина. Сильный мороз не стал препятствием для того, чтобы дружно стартовать и порадоваться за успешное преодоление пути. Здорово, когда люди выходят и проявляют свои лучшие физические способности. Сегодня, несмотря на 20-ти градусный мороз, мы вместе с нашими друзьями стартуем, и я надеюсь, что этот день принесет нам массу положительных эмоций. Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции – 400 метров, 1200, 2,5 километра. Наиболее выносливые бежали 5 километров. Участники признавались – не за победой пришли, а потому что нравятся такие состязания. Мы большие любители, стартуем марафоны, поэтому пришли сегодня на этот праздник. Нравятся лыжи, занимаюсь долго. А на что рассчитываешь сегодня? На победу или на участие? Просто на участие. Цель таких соревнований – привлечь молодежь и взрослое население к здоровому образу жизни. Это самое главное, по мнению организаторов. Поэтому победителей не выявляли. Зато всех участников поощрили. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 91010. Сегодня ночью в городе и по району ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха – минус 17, минус 19 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер северный и северо-западный слабый. Температура воздуха – 13-15 градусов ниже нуля. Атмосферное давление в течение дня будет расти. 12 февраля – солнечная активность, низкое, геомагнитное поле – возмущенное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 91010. 91010. Спрашивайте. Ответим. На этом все. Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова